Вот у вас вылетают два протона, ведь известный есть двойной бета-распад, когда два электрона вылетают. И там же тоже мода идёт... Так, сейчас я понял вопрос. Вы знаете, я всё искал примеры в физике, где такого же типа распада считали. Так вот, двойной бета-распад считают в виртуальной схеме, которая вот здесь применена. Но они об этом не говорят. Слив это сделал. Прекрасная работа, вы знаете. Двойной бета-распад, правда, когда нейтрино и анти-нейтрино совпадают, он делал в основном эту схему, понимаете. Вот там большие вероятности. Но он делал как виртуальный распад. Двойной бета-распад считается в этой же самой схеме. Но меня, честно говоря, поражало. Если двойной бета-распад делают по теории возмущений не на полюсе, почему не вылезают на полюсе в арматочной теории и вот в двойном распаде? Вы понимаете, парадокс какой. Но у базы этих полюсов нет. Вот базе льдович-переломов в книге «Теория реакции при низких энергиях» тоже этого нет. Это пропущено. Возможно, что это некое, ну, вроде говоря, ощущение такое. Вот здесь правильно заметили. На самом деле, тут какая-нибудь путаница терминов. Это никакой не двухступенчатый, вот что они считают. Это одноступенчатый. Вот двухступенчатый это будет, когда реальный полюс. Вот здесь, в этой функции грита. А процессор таких, я не знаю, почему для тех, кто занимается вот этими задачами, они совершили открытие, двухфотонные переходы, фото-бета-распад, например, тоже самое такое. Вот считают вот такую диаграмму. Если попал полюс, там где-то, она развалилась на берегу. От утверждения, но фокус состоит... Когда развалится, это будет жёстко. Игорёк, это терминология. Введён термин. Последовательный двухпротонный распад. Последовательный двухпротонный распад. Термин немой. Это термин, введённый, он есть. А как назвать распад, который проходит через ту же диаграмму, не через полюс, а через виртуалку? Мы называем его двуступенчатый виртуальный распад. Можете назвать по-другому, но его нужно отличить от одноступенчатого распада. Важно, что он есть, Игорь. Что он есть, а не учитывался. Спасибо.